В честь 330-летия В начале знаменитого казахского Батыра Харакирея Хабамбая, Международным фондом Хабамбай совместно с Международным сообществом Хазахтеля была запущена велоэкспедиция. Что интересно, на велоэкспедиции участвует только один человек. Он проедет по тем маршрутам, где когда-то Кабамбай-Батыр ввел свои войска против джунгаров, а именно Конграулие в Абайском районе, дальше одно из последних мест сражения у Иран в Урджарском районе. Подробнее, куда держать путь велоиздок, смотрите в нашем сюжете. Ответственный секретарь Международного сообщества Хазахтеля и краевед Иртыс Нуркасым 9 июля выехал из города Семей на велосипеде. Проводить его на ответственную поездку пришли друзья и юные велосипедисты. Планируется, что Иртыс Нуркасым проедет через поселок Кабамбай Урджарской области и завершит велоэкспедицию на берегах озера Алаколь и приедет прямо во время празднования 330-летия Кабамбай-Батыра. Эта велоэкспедиция считается как день уважения памяти Кабамбай-Батыра, которому в этом году будет 330 лет. Народ не забывает своего героя, который спас казахский народ от налета джунгаров. Он оттеснил врагов, когда они чуть не стерли казахов с лица земли. Поэтому память о нем останется навеки в наших сердцах. Кабамбай-Батыр Каракирей Кабамбай-Батыр – настоящее имя Яросул. Родился в 1692 году в нынешнем Урджарском районе Каракирей Кабамбай-Батыр. Один из организаторов национально-освободительной борьбы казахов с джунгарскими завоевателями. Полководец и поединчик. Известный востоковед-историк Машкоржисеп Копеев говорил, у казахов не было батыра, как Каракирей Кабамбай. Сам великий Аблайхан даровал ему имя Дарабоз. Что в переводе означает «бесподобный», «всегда идущий впереди». Поэтому память о таком величайшем герое должна прославляться всегда. В честь дня рождения великого поэта казахской степи, прославителя и философа Шакарима Кудайбердеева коллективом университета совместно с Акиматом города-семей было организовано мероприятие по возложению цветов памятнику. Собравшиеся отдали дань уважения поэту и прочли несколько его произведений. В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, активная молодежь города, представители средств массовой информации, профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета. Шакарим Кудайбердеев Шакарим Кудайбердеев – выдающаяся личность, занимающая большое место в истории казахской культуры. Он отличается от современников высоким интеллектом, мудростью и проницательностью. Во многом, чему, как он сам неоднократно говорил, обязан воспитанию Абая. Шакарим – выдающийся демократ, крупный просветитель, глубокий мыслитель и человек, который всегда заботился о народе. Сегодня великий праздник – день рождения нашего великого предка Шакарима. К тому же он выпал на последний день Курбанайта. Для возложения цветов к памятнику Шакарима собрались выпускники всего университета. Сегодня мы будем читать его произведения, чтобы отдать дань и уважение поэту. Ведь философские мысли Шакарима – его наследие. Это урок для следующего поколения. Я очень рад, что день рождения Шакарима совпало с образованием Абайской области, потому что Абай и Шакарим – это как два синонима. Одного без другого представить невозможно. «Имя доброе не умрет, письменное ученого не умрут», – говорил Саяхум о заключениях Шакарим. Так оно и стало. Благодаря его познаниям человеческой души и глубокому анализу жизни, родились совершенные произведения, которые и по сей день являются поучительными и актуальными. Произведения Шакарима – неиссякаемые духовные сокровища народов Казахстана. Султан Жаламан, Вдаля Титказин, Сункар Толмхан, информационная программа Шарайна, ТВК-6. Сегодня третий день Курбанайта – главного праздника всех мусульманских народов. Праздник отличается своей нравственностью и сближением людей друг к другу, поскольку в этот день принято ходить в гости и приносить с собой в этот дом спокойствие и достаток. Жители города поздравили всех с этим знаменательным праздником. При праздновании Курбан-Байрама мусульманам следует совершить полное омовение и надеть чистую и праздничную одежду. В мечети совершается праздничная молитва, после которой читается проповедь хутба. Она обычно начинается с прославления Аллаха и Мухаммеда, затем разъясняется происхождение хаджа и значение обрада – жертвоприношения. Обряд жертвоприношения совершается с целью стать ближе к Аллаху и получить его благословление. Сегодня день, когда все мусульмане не только празднуют праздник, но и отправляются на могилы усопших, чтобы прочитать аяты из священного Корана. В этот день нужно для того, чтобы мы помнили о тех, кого уже нет и духовно были ближе к Аллаху. Священный праздник Курбанайт завершается периодом искупления мусульманского долга хаджа в Мекке и Мадине. На празднике Курбанайт каждый мусульманин совершает жертвоприношение ради благословления Всевышнего Аллаха, посещая дом друг друга и таким образом принося в этот дом спокойствие и достаток. Сегодня мы отмечаем Курбанайт, который мы ждали целый год. Желаю, чтобы у всех моих родственников, детей и соседей всегда было все хорошо. И чтобы наши столы накрывались лишь по хорошим случаям. Сегодня утром мои дети и муж сходили на айт-намаз. Желаю, чтобы в следующем году все встретили этот праздник в теплом кругу семьи. Отметим, что Курбанайт не ограничивается только жертвоприношением. В нем на чашу весов ложатся истинные намерения человека, его искренность, приверженность религии, благочестие и сострадание к другим. Султан Жаламанов, Долитет Казинов, Санкар Толумхан, информационная программа Жрайнат, ВК6. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин